Как создать поток энергии? Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова, вы на моем YouTube-канале. Мы сегодня поговорим с вами на очень крутую тему, которую рассмотрим с самых разных сторон. И будем говорить про энергию, энергичность, про силы, про то, с помощью чего, в общем-то, создаются все крутые проекты, и про то, без чего вы не сможете в этой жизни не то чтобы прыгнуть выше своей головы, а вообще особо сильно разбежаться. Так что подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали, и смотрите до конца это видео. Будет интересно, обещаю. Ну, а перед тем, как мы с вами продолжим, я хочу сразу же дать вам книгу, с помощью которой ваша энергия точно станет больше и сильнее. Эта книга называется «Как изменить жизнь за одну книгу». Вы можете ее скачать под этим видео в описании абсолютно бесплатно, прослушать ее или прочитать, как вам будет удобно. Ну что, друзья, давайте поговорим сегодня с вами про энергию. Потому что это такая тема, знаете ли, которая, наверное, беспокоит абсолютно каждого осознанного человека, который начинает задумываться над тем, откуда берутся силы, откуда приходят идеи, да, почему есть люди, которые могут очень много работать, и при этом, что есть важно, много отдыхать. Я не знаю, как вы, но я помню, я очень сильно интересовалась вопросом, почему богатые люди так много путешествуют, и не только по бизнесу. Почему у них в году есть гораздо больше отдыха, чем, например, у обычного человека? Почему они выезжают за границу регулярно, да? Почему они проводят свое время, имеют какие-то хобби, кто-то играет в большой теннис, там, кто-то, неважно, чем человек занимается, но у него хватает времени на это. А у тебя, обычного человека, который вроде бы как старается работать гораздо больше, у тебя просто банально не хватает сил, ты весь из папилен. И вот знаете, в этом есть большое количество разных секретов, которые я осваивала сама, потому что я люблю рассказывать то, что происходит со мной на этом канале. И, конечно же, я человек, который постоянно занимается изучением, наблюдением, общением с другими людьми, и поэтому готова поделиться с вами некоторыми выводами на этот счет. Во-первых, что нужно сразу понять про энергию, что энергия плотно связана с человеком. То есть это не какой-то отдельный инструмент, это не автомобиль, не сумочка, которая идет в придаток к вам, или которую вы можете покупать, или с которой вам повезло или не повезло, например, у вас нет автомобиля, вот и энергии у вас нет. На самом деле нет. Человек, мы уже с вами много раз об этом говорили, это резервуар. Вот представьте себе меня в виде вот такой колбочки. Вот я резервуар энергии. И эта энергия, она как бы присутствует, но она может у нас активироваться, когда ты, знаете, на кнопочку нажимаешь, и ты такой красненький. А может не активироваться, когда ты жмешь на кнопочку, а колбочка прозрачная, ты такой... А там нету ничего, как будто бы это пустая банка воды. С чем идет эта связка? Я не так просто, кстати, рассказываю об этом здесь, в законах вселенной, потому что я хочу, чтобы вы понимали вообще взаимосвязь всего, что с нами происходит. Так устроено, что человек изначально рождает такой, знаете, себе запрос. Такое, давайте, что уж там. Значит, человек пишет, я хочу... И дальше там. Авто. Или стать известным предпринимателем. Сначала рождается запрос. Вот как будто бы вы отдаете ребенка в школу, или если вы помладше, не знаю, подаете заявление в ЗАГС, вот вам надо написать какое-то заявление, да, чего я хочу. Вот точно так же мы изначально с помощью своей мысли формулируем, чего я хочу. Когда мы это сформулировали, мы передаем это в банк вселенной в виде запроса и говорим, слушай, я тут придумала, я хочу вести YouTube-канал, я хочу делиться с людьми теми знаниями, которые у меня есть, я хочу, чтобы как можно больше становилось осознанных классных людей. То есть вы продаете свою идею во вселенский банк, продаете ее в виде энергии, своей энергичности, в виде такой, знаете, подачи, как бы, не то что в виде энергии, а энергично продаете, да, в виде запроса, вы показываете, мне интересно. Если вы меня долго смотрите, то вы знаете, что я очень классно разбираюсь в продаже. Так вот, в продаже есть такая штука, важно, вот как говорится, продать. Когда вы приходите, официант говорит, у нас тут суперсвежий медовик, испечен по специальному рецепту, который мы привезли с острова хурока-бурока у нас, и вот вы слушаете его, и вы очень сильно хотите попробовать этот медовик, даже если официант его продает за соседним столом. То есть вас зажигает, или бывает вам совершенно не нужна какая-то вещь в магазине, но о ней продавец так рассказывает, о суперкреме, еще о чем-то, что вам срочно это нужно. Так вот, умение продавать как раз тоже важно. Поэтому вам нужно начать через мысли продавать вселенной, показать ей, что вы хотите этим заниматься. В тот момент, когда вы начинаете демонстрировать вселенной, что вам это интересно, вы создаете запрос. Как это происходит? Я начинаю интересоваться этой темой, читать, изучать, находить, смотреть, фокусирую свое внимание на этой теме. Вселенная рассматривает и говорит, слушайте, мне кажется, это интересный кредитор, да? Мы же должны получить кредит. Это интересный кредитор, ему интересна эта тема, он вроде бы как в ней разбирается, я вижу, что ему можно под это выдать кредит. И вселенная выдает вам кредит в виде энергии. Она говорит, на, получай, держи силы, держи вдохновение, давай, покажи нам, на что ты способен. Но люди же устроены по-другому. Вот знаете, если перемотать, и, например, рассмотреть мышление обычного человека в контексте бизнеса, он говорит, ну, я бы хотел открыть свой бизнес, конечно, да, я работаю на работе, мало зарабатываю, конечно, я бы хотела открыть свой ресторан, но у меня же на это нет денег. Как себе человек обычно представляет бизнес? Он представляет, что у него есть там миллион, там сто тысяч денег, например. Что мне надо? Мне сейчас надо арендовать помещение, мне нужно нанять, значит, тут всех людей, купить, девочки такие, купить красивые тарелки, скатерти, нам нужны красивые картины и ремонты. И вот вы вбахиваете во все это деньги, дальше вы открываете свой ресторан, а там ничего толком не происходит. У вас начинается множество проблем, потому что у вас нет опыта, у вас начинается множество моментов, нет клиентов, не так обслуживают, не тот персонал наняли, не та еда, не то меню. И вот вы сидите и видите, как каждый месяц вам нужно платить кучу всяких денег, которых у вас нет, потому что вы их даже не зарабатываете, и вы думаете, что не так с моим бизнесом, но у вас же были деньги, вы же считали, что вам нужны деньги. Поверьте, такое происходит даже с опытными предпринимателями. С обычными людьми это происходит практически всегда. И я уверена, что вы можете вспомнить свои маленькие бизнес-проекты, которые вы пытались делать, и когда вы что-то вкладывали и ожидали, что дальше пойдет все само по себе. Вы не думали ни о маркетинге, ни о модели продаж, вы не думали о концепции, вы не думали о специфике бизнеса, вы не изучали рынок, конкурентов, спрос, не делали анализ, вы ничего этого не знали. А ведь вы могли все это сделать без денег. До того момента, пока эти деньги нужно было вкладывать. И, возможно, не вкладывали бы их, или совершенно иначе выстраивали бы всю стратегию. Так вот в жизни все точно так же. Вы сидите и говорите, конечно, я бы осуществила цель, я бы открыла свой бизнес, я бы начала чем-то заниматься, но у меня сейчас нету на это энергии. У вас даже энергии нету на то, чтобы жопу пойти покачать. Вы сидите, смотрите на себя в зеркале и думаете, блин, ну я такая толстая, такая страшная. Вот когда похудею, у меня появится мотивация к тому, чтобы начать ходить в зал. Вы говорите себе, когда у меня появятся силы, тогда я начну ставить цели. Когда у меня появится вдохновение, тогда я создам классный проект. Когда я придумаю, тогда я начну вести свой ютуб-канал. И вы, сами того не понимая, смотрите на обратную сторону. Понимаете? Вы сначала хотите, чтобы у вас был дом, а после этого планируете построить фундамент. Вы говорите, пока дома не будет, какая разница, что будет под домом. Но все происходит с точностью, да наоборот. Пока вы сами себя не расковыряете, пока вы сами не поймете, а нахрена чего вы хотите? Для чего вам эта энергия? Ковыряться в носу, листать рилс, критиковать других, сидеть бояться, ходить нудно на работу, выполнять, ненавидеть эту работу, получать копейки, раздавать эти копейки и снова начинать свою рабочую там неделю в месяц, для того, чтобы все было по кругу? Нахрена тогда вам эта энергия? Энергия рождается у человека под его большую идею, цель. Под его больше так не хочу, я хочу иначе, мне нужно что-то другое. Под это приходит энергия и никак наоборот. И в тот момент, когда вы сидите на диване и деградируете, и ждете, что к вам вернутся силы, если вы уже не богатый человек, вот вы уже не состоялись в жизни, то это у вас не сработало. У состоятельных людей, мы поговорим об этом, это называется другими вещами, там эмоциональное выгорание, паузы, это немножко про другое, это тоже про энергию. Но если вы еще ни черта в этой жизни толком не сделали, или вспоминаете, как когда-то вас пробило, когда-то, вот когда что-то случилось, во-первых, осознайте, что случилось когда-то, абсолютно нету никаких гарантий, что оно когда-то случится потом. Пытаться использовать инструменты вчерашнего дня, чтобы получить результат сегодня, ну зачем? Если каждый день приходит что-то новое, ваша задача разбудить себя и разжечь, заставить себя вспомнить, что такое вкус жизни, вернуться в свое детство, когда вы еще не были человеком, у которого было куча отмазок, почему делать нельзя, когда вы еще не понимали политическую картину мира, еще какую-то, когда в вашей голове не было никаких ограничений, вы просто хотели и получали это, и вы были уверены, что у вас точно это получится, пока еще ваши родители не сказали вам миллиард причин, почему у вас ничего не выйдет. Закройте уши от других людей, перестаньте их слушать, наконец-то послушайте себя, зажгите себя, и от этого у вас пойдут силы. Вы не можете черпать силы только после того, когда вы просмотрели мое видео. Это знаете, как пойти вкусно поесть один раз, да, вам открыли двери хорошего заведения, вас накормили, и потом вас выпихнули на улицу, и вы снова бедны. Нет, вам нужно закрепить в себе эту системную привычку накапливания энергии, понимания, где ресурс вашей энергии. Вам нужно самостоятельно научиться себя заводить так же, как наши люди научились заводить генераторы. И похрен, что выключается этот свет, люди выходят, заводят генераторы, и жизнь продолжается. Вам нужно завести свой внутренний генератор. Начать это делать в конце концов, не ждать, что это придет как-то с вдохновением. Вдохновение приходит тогда, когда появляется цель. Почему-то женщины начинают хорошеть только тогда, когда у них случаются кризисы в личной жизни, и они понимают, что они сейчас не приведут себя в корму, не вспомнят, кем они есть, то их жизнь существенным образом не изменится, а наоборот. Они превратятся в старых сорокалетних, заметьте, в старых сорокалетних, запущенных баб, а не в шикарных, молодых девушек, которым все еще, все еще 40. Вот и все. Вы должны это осознать и, наконец, перестать ныть, перестать. Отключайте себя от людей, которые забирают у вас энергию, которые думают так, как я вам только что описала. Отключайте себя от источников различных, постоянных, бесконечных вещей вроде новостей. Я смотрю, я живу в Украине, вы знаете это. И я, когда наблюдаю за новостями, которые приходят в течение дня, как человек со здоровым мозгом, с хорошим, новым фильтром, если бы у меня он был другой, можно сдуреть, война будет продолжаться 30 лет, война будет 20 лет, тра-ля-ля. И ты бесконечно это все в себя впитываешь. Конечно, у вас нет никакой энергии, у вас целей нет, вы уже умерли. Вы уже умерли. Вам уже не надо бояться смерти, вы уже дохлые и мертвые. Энергия – это то, что приходит под ваши цели. Еще раз, ваша задача – написать запрос, для чего вам она. А для этого вам нужна внутренняя работа. Конечно, для этого вам нужно разобраться в своих желаниях, кто вы, чего вы хотите, для чего вы живете. Ни в нормах, ни в устоях, ни в государственных уставах. Для себя, мать вашу, чего вы живете, чего вы хотите, о чем вы мечтаете. Ничего не хотите, ни о чем не мечтаете, ни для чего не живете. Ну так я не знаю, вы даже на левел моей собаки не тянете, у моей собаки. И то есть цели. Что с вами случилось? Задайте себе этот вопрос. Что со мной, блядь, случилось, если я ни черта не хочу? Если мне 20, 30, 40, 50, так я уже ничего не хочу. Мне уже похрен, как я выгляжу. Я не хочу видеть этот мир. Я не хочу никуда ничего достигать. Я не хочу ничего в этом мире создавать. Я хочу, чтобы меня никто не трогал, чтобы мне платили зарплату вовремя, я мог пожрать, постать, посрать, еще что-нибудь сделать. Так в инфузоре я туфелька. Я вам уже об этом говорила. Почитайте, кто такая инфузория туфелька, если в школе этот урок пропустили. Я хочу, чтобы вы еще раз поняли, энергия у вас есть. У вас есть все для того, чтобы вы могли получить в этой жизни все, что вы захотите. Кроме одного, у вас нет желания. Если у вас до сих пор чего-то нет, вы просто этого не хотите. И вы сидите и думаете, как же мне так сделать, кто бы это сделал со мной. Недавно в инстаграме мне задали один вопрос. Какое знание кардинально изменило вашу жизнь? Я сказала, это знание того, что я сама оказывается управляю своей реальностью с помощью своих мыслей. И если вы все еще не читали, не скачали, не слушали, у вас очень много важных дел, книгу, которую я даю вам в каждом видео, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу», послушайте, почитайте, попробуйте в это включиться. Если вы еще не проходили мой марафон «Рерайтер жизни», потому что это фигня, вы это знаете, вы это все не работаете, у вас нет времени, может быть, вы хоть разочек сделаете что-то для себя, может быть, вы начнете наконец-то жить, сколько бы вам ни было, может быть, вы все-таки начнете что-то менять и создавать, может быть, вы узнаете, что такое вкус жизни, может быть, хотя бы попробуйте это сделать, но если нет, то нет, а если да, ссылочка всегда есть у меня под этим видео, переходите, давайте становиться ближе. Если вы не подписаны на мой инстаграм, где я каждый день тоже даю классный, качественный контент, совсем другой, обязательно это сделайте, старайтесь создавать себе окружение, которое правильно на вас влияет, которое помогает вам набираться ресурсности, которое толкает вас в правильные изменения, пойти на дно и сдаться вы всегда успеете. Подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте его друзьям и давайте будем развиваться с вами вместе. Субтитры сделал DimaTorzok